В момент смерти физического тела от него всего лишь отделяются тонкие тела. И хоть часть этих тонких тел не распадается после смерти, а переходит с нами из жизни в жизнь, они всё ещё не душа. Так что же эта загадочная душа из себя представляет? Она — это та наша часть, которая существует вне времени и пространства. Человек может как бы одновременно существовать и в нашем мире, и на том свете. Дело в том, что при необходимости душа может создавать ещё одно проявление человека или его двойника, который будет находиться на том свете, пока сам человек живёт в нашем мире. После смерти я попал на тот свет, где можно исполнить те желания, которые идут из души. Так вот, моим стремлением, хотя при жизни я это и не совсем понимал, было ещё раз пережить лучшие моменты своего земного опыта, а также помириться с бывшей женой. Ведь несмотря на то, что мы развелись спокойно и без скандалов, всё равно остались взаимные обиды и неприятный осадок. Именно поэтому наши души встретились на том свете, совпали искренние желания с обеих сторон, мы оба хотели вспомнить хорошие времена и забыть обиды. Если бы душа одного из нас не хотела бы этой встречи, она бы не состоялась. Если бы душа нашего ребёнка не захотела бы ещё раз пережить приятные мгновения детства и любовь родителей, сын бы к нам тоже не пришёл. Но поскольку всё совпало, мы оказались вместе. Поскольку на том свете можно инсценировать любое действие из обычной жизни, то мы с женой и ребёнком ходили на прогулки, готовили еду, играли в игры, общались, в общем, приятно проводили время. Самое хорошее заключалось в том, что можно было делать только то, что нравится. Допустим, еда. Разумеется, есть на том свете не хочется и не нужно, но при желании можно полностью и до мельчайших деталей воссоздать процесс приготовления пищи, а потом её съесть. Всё это делается как бы мысленным усилием. Кто когда-нибудь управлял сном, тот меня поймёт. Ощущения там похожи. Во время еды чувствуешь небольшой приятный прилив сил, то есть возврат своей же энергии, которую вложил при готовке. А также определённый оттенок блюда, ту энергию, которую хотел ему придать. Это отличается от нашего земного представления, но всё равно интересно и доставляет удовольствие. То же самое было со всем остальным – домашней работой, прогулками, благоустройством и даже супружеским долгом. Всё это можно было воспроизвести при желании. Разница с земным миром была лишь в том, как это воспринималось. На том свете чётко ощущалось, что всё это – отдача и получение энергии в том или ином виде. Чтобы помимо домашних дел была у меня ещё и работа, я создал своим воображением ферму рядом со своим домом, очень похожую на то, что была у меня при жизни. По настроению я мог заниматься ей или обустраивать дом, или долго общаться с женой и играть с ребёнком, в общем занятия себе находил и был вполне доволен. А потом наступил тот момент, когда мы все поняли – наша совместная жизнь плавно подходит к концу. Нет, у нас не было скуки, отторжения или взаимных обид, просто нас всех посетило чёткое ощущение, что мы сделали то, что нужно, а теперь пора расстаться. После этого жена и сын ушли из моего мерка с домиком, полем и фермой, а я остался в нём один. У меня не было грусти или тоски, а скорее приятное чувство, что именно сейчас мы с ними расстались так, как нужно. Может, мои близкие на том свете – это плод моего воображения, а не реальные люди? Прямо и однозначно ответить на эти вопросы мне сложно. На том свете очень обостряется интуиция и связь с душой, по крайней мере, у меня так произошло. И там я знал, что со мной именно души моих близких. Когда я спрашивал жену о том, почему она одновременно на земле и со мной, она говорила, что ей самой сложно это объяснить, но всё тем не менее логично. Она помнила в деталях нашу совместную жизнь и даже рассказывала о тех событиях, которые случились с ней после моей смерти. А ещё я понял, что к нашему земному времени не стоит относиться слишком серьёзно. После того, как меня покинула семья, я понял, что надо разбираться с другими задачами. Я вспомнил про то, что так понравилось мне в Астрале, а именно про управление энергией. В довольно простой форме, как, собственно, и остальные жители того света. Я этим и так постоянно занимался, то есть силой своего желания воспроизводил то или иное действие из земной жизни. Но теперь мне захотелось браться за более сложные задачи и развиваться в этой области. Мне пришли воспоминания, что в прошлом мне доводилось быть магом, колдуном, целительницей и так далее. У моего мирка была определённая территория, то есть он не простирался неведомо куда в бесконечность, а имел свои границы. Менял вид своего дома и строения, свою собственную внешность, создавал силы и воображение разных животных и птиц совершенно безумного вида. Когда я наигрался в эту игру, то есть успел создать, переделать и уничтожить множество персонажей, начиная от странных зверей и заканчивая хорошенькими женщинами, то как-то заскучал. Мне надоело вариться в своём собственном соку и играть со своим воображением, и захотелось пообщаться с другими людьми. Я решил мысленно отправить запрос кому-нибудь из работников того света и попросить их придумать для меня занятия. Для этого я в деталях представил тех ребят, которые меня встречали, и мысленно позвал их заглянуть ко мне, и вскоре они и правда появились. Они сказали мне, что раз я тут уже присытился своим воображением, то меня могут отвезти в один из городов того света, где для меня найдут занятия. Я сказал, что согласен и готов последовать за ними. В тот раз мы вышли в каком-то городе. Насмотревшись городов в разных местах астрала, мне было интересно, как же они выглядят на том свете. Первое ощущение более ярко и красочно, поскольку тот свет – область более тонких энергий, то цвета там кажутся более лучезарными и мягкими, да и атмосфера в целом более спокойная и благожелательная. Поскольку места обитания душ на том свете устроены по принципу «подобное» притягивается к подобному, то я попал в место, где находились люди, похожие на меня, а именно довольно активные и склонные к авантюризму. Чем они там занимались? Как говорится, кто во что гораст. Многие сами придумывали себе экстремальные развлечения и сами же в них участвовали. Я успел в волю нагуляться в этом странном мерке. А также в полной мере ощутить на себе авантюризм и развитое воображение его обитателей. Под конец они стали казаться мне какими-то буйными детьми. Когда меня наконец оттуда забрали, я был рад, потому что мои соседи уже успели мне поднадоесть. У служителей того света была очень большая и сложная иерархия, начиная с тех, кто помогал душам людей и распределял их по разным меркам, и заканчивая самым высоким руководством. Как они выглядели? Нет, не как ангелы с крыльями, это стереотип. Ангелы, разумеется, действительно есть, но они очень разные, и их основная задача – работа с живыми людьми. Так вот, те ребята, к которым меня привели, не были похожи на ангелов. Но в этом ничего удивительного нет, потому что ангел – это должность, а у них были другие обязанности. Тем не менее, было сразу и невооруженным глазом видно, насколько их мощь превышает обычных умерших и рядовых сотрудников. Уже на подходе к ним ощущалась волна энергии, которая окружала их как ореол. Их было несколько человек, и я понял, что целью моего визита к ним было определение моей дальнейшей судьбы, то есть куда меня следует определить и чем мне заниматься. Выглядели управляющие, как люди в светлой одежде, несколько женщин и мужчин. Единственная необычная деталь – их одежда как будто бы переливалась и искрилась. По всей видимости, так воспринималась их энергия. Один мужчина из этой группы обратился ко мне. Разговор, как обычно, проходил мысленно. Он спросил меня, какие у меня цели, и чем бы я хотел заниматься. При этом я почувствовал, очевидно, он дал мне это понять, что мы с ним уже встречались раньше, в давнем прошлом. Я ответил, что мне хотелось бы заняться какой-нибудь общественно полезной работой, а не болтаться просто так. На этом мне было сказано, что на серьезную и ответственную должность меня брать не будут по нескольким причинам. Во-первых, я не совсем подхожу. Во-вторых, для моего личного развития мне не нужно долго задерживаться на том свете. Но если я пожелаю, то всегда могу присоединиться к рядовым сотрудникам и помогать им. Такой ответ, если честно, меня расстроил. Я только привык ко всему и стал осваиваться, а тут, оказывается, скоро опять надо в бренный мир. Первое дело, которое мне предложили, было похоже на работу психолога, а именно общаться с вновь прибывшими душами, которые находились в растерянности, и успокаивать их. Так вот, транзитная зона, куда меня отправили работать, выглядела очень красиво и необычно. Представьте себе прекрасный готический зал с высокими потолками и витражами, «Залитые мягким светом. Добавьте к этому переливы тонких неземных цветов и нежную музыку, которая играет тихо, но при этом ощущается всем существом. И даже тогда у вас будет очень тусклая картина этого места, которое на деле выглядело в разы лучше». То есть каждый в конечном итоге попадал туда, где ему было наиболее комфортно, и вдобавок подтверждались некоторые его убеждения. Так для религиозных людей была предусмотрена своя тематика, для тех, кто при жизни не очень верил, вроде меня, другая. К тому же учитывался характер человека, и, что очень важно, его эмоциональное состояние. И еще одно важное замечание – характер после смерти не меняется. Многие недоверчивые или твердо убежденные в чем-то люди никак не могут принять новую реальность, и что есть сил, цепляются за старые убеждения. Именно поэтому по прибытии на тот свет кто-то может быть напуган, кто-то разочарован, а некоторые вообще отказываются верить в происходящее.